Я вам расскажу, каким образом у нас в лузера попали эти команды. Эффекты. Сыграли матч с Cloud9, выиграли, но дальше не смогли пройти через Ninja in Pyjamas. Проиграли 2-0 и упали в лузера. В то время как Vega свой первый матч в рамках верхней сетки поиграла ProDota 2-1. После упала в лузера и в лузерах получила тех вин, так как Team Spirit не играли матч. И покинули турнир. Ну и, собственно, сейчас команды играют за выход уже в третий раунд лузеров. Одна команда уже сыграла матч второго раунда лузеров. Это Империя. Точнее, две команды сыграли. Это Империя и Чи Плюс 4. Вчера Мак и его компания покинули турнир. Ну и, собственно, в винерах у нас находятся Ниппы и ProDota. Ну и команды сражаются за два слота во вторую стадию турнира, где были приглашены Virtus.pro и Team Secret. Ну и давайте посмотрим, что же у нас в этом матче. Легионка, ТБ и ЦМК. В пике Овеки, Клакверк, СФ и Дазл в пике Оэффект. Ну и баны, в принципе, все настандартные. У нас тренд в бане находится. Это уже норма. Также МК, Дарксир, Акс, Шейкер, Варлок, Лина и Тускар. Что хотелось бы отметить. Это то, что была пикнута Легионка на ВП и при этом не забанили Дазла, позволив взять оппонентам. Сегодня в рамках Азии был Дазл против ЛС Пикнут. Сначала была неплохой ЛС, но когда Дазл уже промахал себе Шалу Грейв, там начались большие проблемы. В плане того, что дуэли было выиграть крайне сложно, так как Грейв контрил все это дело на корню. Да, конечно же, есть у нас голосование в пабликах Дота Дворуха в ВКонтакте по поводу того, какую команду вы ставите на победителя в этой встрече. Так что обязательно принимайте участие в голосовании. И вот я посмотрю, насколько у нас хорошие прогнозисты присутствуют в чате. Ну, наверное, все-таки я на Вегу бы поставил. Кстати, вот в матче эффект был совсем недавно в рамках квалификации на... Осталось 5 секунд. На эпицентр. И эффекты проиграли Альянсом. И в итоге Альянс и Na'Vi в полуфинале. Красота-то какая. Ну, посмотрим. Ну, кстати, в плане эффектов, как Лолдс говорил, что старость того эффектов, который играл по тему Каманчи, и вот там сейчас они играют по тегам Чи плюс 4, смотрелись получше, нежели... Текущий тег. Но все-таки игроки весьма опытные, сыграются и покажут нам настоящую силу СНГ-доты. Клопа. И тролли вам залетели в пике. Последний бан это Spirit Breaker. Ну и последний бан от Веги. Осталось 10 секунд. Осталось 10 секунд. Почему столько у Алохиник не подписан? Почему он написан... There are you. Окей. Бывает. Ну, это точно он. Аватарку-то я помню. Магнуса забанили. Кстати, вот Магнус, если бы на два последних пика залетел тролль Магнус, это было бы крайне странно. Ну и хорошо, что забанили. Хотя при всем... При том, что был доступен Магнус, его так игнорировали до последней стадии. Хотя, как бы, комбинация под Магнуса вроде бы... Хотя, подождите. А куда Магнус заправить? Клакверка суппорта сделать? Ну, в целом можно, да. Такое тоже использовалось. И Магнус Харду. Но такого мы уже на этой карте не увидим. И Адмирал Кунка залетает для Веги на ласт пик. Ну вот был Кункич, по-моему, на матче Сикрет. Когда еще лил Кастел с Вилатом и Годхантом. И там как-то не пошло, насколько я помню. Ну, поглядим, как будет сейчас. Ну что, последний герой для эффектов. И есть 3 секунд времени на последний пик. Ну, я сомневаюсь, наверное, в том, что Клакверк сместится на позицию порта здесь. Все-таки он будет Харлейнером. И земель залетает. Все-таки будет суппортивный земель у нас в этом матче. Ну что, пики сделаны. Пиков больше нет. Формат матчей Best of 3. Это первая карта между Вегой и Эффект. Это матч в рамке сетки Лозерол, то бишь на вылет. Турнир под званием Mr. Cat Europe Inventational. Ну, в плане пика даже не знаю, кому тут дать предпочтение. Пики хороши. Пики хороши. Есть синергия. Посмотрим на исполнение. Ну, как я вижу, фаворитами наши зрители, то бишь вы, считаете Вегу. В плане голосования 39 голосов на 168. Ну да, кстати, в плане вот названия персонажей. То есть, ну, всегда, всю жизнь был Кунка. А вот в озвучке он говорит Канка. Капитан Канка. Ну, вот именно в русскоязычной озвучке Доты. Ну, не знаю, назвать Кунку Канкой... У меня язык не поворачивается. Не то, не то это. Конечно, очень долго идет это представление команд. Пока разберут персонажей, проходит вечность. Потом это представление, еще вечность. И сейчас еще вышки будут сравнивать. Ну, как-то слишком много времени на это уходит. Нужно какой-то процесс сделать более, не знаю, смотрибельным, что ли. Именно в плане просмотра через клиент Доты. Ну окей, ну что, стартуем. ТП-шки пошли нас от команд. Йол готов ставить вард. Также у нас в центр выехал и Роджер для установки варда на земелье. В треме, как Вега решили проигнорировать этот момент. И на ТП-шки не тратились. Как и на Смаки. Да, вот такие вот варды будут установлены командой эффект. Обитают в центр втроем. Ждут чего-то. Возможно, какая-то вылазка будет в Смаках, вот по таймингу. Чтобы руну отжать втроем. Да, похоже, так оно и будет. Вега. Нарисовали свой вектор движения. И выезжает отжимать руну. Там пока у нас находится лишь дазл на обороне данной руны. И на самом-то деле все смотрится так, что три руны достанется Веге. Главное, чтобы ФБ еще не забрали. Это будет совсем печальный старт для эффектов. Ну, вот Йола под С5 Ли. Да, есть. Туда Торрент, Фрозбайт, Отзи. И это минус Йолу. Баунти руну достанется здесь. Ну, Грейв, конечно, есть. И Святыню из этой тарани стоит. Въезжать в земель, а есть Святыня. Ну, решили отхилиться. Ну, теперь Митя остается без Святыни. Это, конечно же, минус. Кажется, Йолу не погиб. ФБ не было сделано. Баунти для Сайлента. Фрозбайт пошел на Роджера. Роджер Торрент не ловит. Монтит. Ну, тут очень долго его бьют. Последняя тычка. Фэйрифайр имеется. Ну, выбили очень много ресурсов. Есть тычка еще одна от Семы. Сема на конце гейминг. Сема помчался. Сема готов делать фраг. Тычка. И, на самом деле, сейчас он умрет. ФБ для... ФБ для эффектов. Вот это вот начало. Жадность погубила все-таки. Земелья в центре. Я уже готов езжать в года. Кстати, боже, нужно открыть состояние по Крипстату. Есть Фрозбайт на скандал. Они плохо размяли Торрент сверху. Это минус СФ. Отличное смещение от суппорта вышло. С двух сторон зажали в тиски. Бедного СФа. В итоге 1-1. Как мы видим, абуст. Абуст был произведен. Но очень грамотно в итоге. Сделали вылазку Вега и избили души СФу. На самом-то деле, была такая вот вылазка в смоках. Правда, нужно было делать ее в сторону этой руны. Так как там обитал СФ. И вот как завещал Лил в матче, который он кастил, что нужно вот, точнее даже не нужно, а что команды опытные делают такую вылазку на СФа. На отжатие руны и для того, чтобы лишить его душ, которую он обузил через Коги. А вторая тут весьма агрессивно на нижней линии. Нападение на Йола. Но все-таки он физуха Йола разминает при помощи... Шадоу Вива. Неприятно. Там, кстати, выход в спину, снова пошел. Есть Фростбайт, Торрент. Нет, тут без Фростбайт, а СМК обитает на верхней линии. Но вьют скандал, с каналу больно. Есть Грейвы и скандал спасен. Нужно отступать Веге. Фрага не сделать. Все тут решили подгангать, по всей видимости. Роджер апнулся второй уровень. Но въезжать даже на ЦМК здесь небезопасно. Хотя вот в Поперка можно. Вторые батарейки. Можно зажать. Вот эту Морозную Леди. И убить. Но тут есть Фростбайт, она сама как бы не лыком шита. Ломает лицу с Шачло, но здесь еще и Роджер. Ну, вдвоем на девушку. Робот и земля приехали. Убили Шачло. Разминает Шачло больно. Шачло пару тычек. Увесисто, но выживает. И Алоха не смог здесь взять фраг. Роджер он здесь также не убьет. Ну и ТП делает Шачло. В итоге на Святыню. Сейчас и запьет Шрайн. И будут фуловые. А тут Баунти отжимает Сёма у Йола. БВП. Ну и в итоге Баунти достанется для Йола. Йол перекликал. Молодец. Еще и пошел Шадоу Вив. Раздомашил Сёму. И уходи в свой двор. Вдогонку в спину кричит ему Йол. Ну и Кунг взял Хасту и помщался. Стало ему очень страшно, что он же Хасту себе накастовал. Хасту. Хасту, конечно же, накастовал. Ну и попытка вылазки. Правда, Кунг зачем-то блочится на Хасте в спину Сэмки. Сэлланд. С Фростбайтом и с Кристалновой. Можно кого-то здесь подубить. Но есть Даззл на подсейве. Ну, Даззл просто не нашли. И Даззл сбил Кваритос. Есть урон. Но Торрент был закинут в Тролля. Так что демжа в итоге расплитили. Ну и никто здесь не умрет. Алох фармит хорошо. Трисует на два. Хотя сейчас погибнет. Алохо минус. Кому-то плохо. Ну и вот в итоге взяли на нем фраг. Неприятный момент. Эффекты. Начинают очень даже сильно. В первую карту. Против Веги. Как-то суппорты проседают. То есть Цемка, которая могла бы применить лес. Я, в принципе, уже четвертый. У нее пока лишь третий. И Кунка. Все равно лишь левел два. Все-таки та жадность на ФБ дает себе знать от счастья. Там кого-то, смотрю, поднапрягают топоры по Афтерлайфу. Хотя на самом деле больше Афтерлайф Седова напрягает, нежели наоборот. Ну что, минута шестая. Как мы видим, по Крепстатам, по линиям все более-менее равно. Зачем трех фрагов для эффекта и всего одного фрага для Веги. Убили они Сэфа вначале, но он себя в душу в любом случае уже вернул. По Нетворцу он от Квопы там не проседает. Вот Сэф 1900, Квопы там 2100. Разница невелика. Ну а здесь вылазка от суппортов команды Вега. Снова хотят они кого-то взять на нижней линии, но теперь нужно комбинировать. А нет, даже не суппортов. Год пришел на нижнюю линию в инвизии, но Дазл уходит под вышку и его там не взять. На топе Роджера поймали. Насадили его на Иксмарку, правда есть саланс, так что Торрент не завязать под Иксмарку. И придется ломать ему лицо вот так вот. Но благо заблочил Рулин Болдер, разминает Роджера. Еще одна тычка, но нет никакого замедления. То есть вот, наконец-то есть рефракшн и Роджера должны добить. Да, вот решающая тычка, благо не мисс. Конечно, да, через рефракшн можно так вот словить. А, кстати, снизу у нас еще и Ёл погиб, который уже возродился. Алоха находится под метаморфоз 2 уровня. Можно было бы подпушить вышку, жаль, метаморфоза закончилась. Алоху зажали, Алоху бьют, Алоха с Сандером нужно свапаться. Хукшот, Алоха! Нормально, жив. Но тут еще и Роджер подъехал. И насадили Роджера на Иксмарку, снова есть саланс. Ну, отличная комбинация вот для того, чтобы остановить врыв. То есть тебя насадили на Иксмарку, ты сразу саланс в лицо и все. Не вернуть тебя на Торрент. Да, конечно, Алох там был в миллиметре от смерти. Еще чуть-чуть. Там разница вот у урона зашла бы. Хотя на самом деле разница у урона не в 2. У Клакверка небольшой там разброс по атаке. Так что даже если максимальные тычки были, вряд ли бы убил. В итоге 3-3. И сравняли счет. Вега. Вега ведут по Нетворсу почти 2000 голды. Весьма солидная суба. И топ-3 Нетворса за героями команды Веги. Алоха топ-1. Далее идет у нас Квапа и Легионка. Ну и Тролль пытается бороться за эти позиции. Да и Сапа тут подформили. Вот в Семке имеется неплохая сумма у Семы тоже. А вот у Дазна маловато. Всего будет имеется и левел 4. Так, там въезжают. Алоха. Алоха. Алоха убьют. Алохе больно. Алоха, имеется ли у него Сандер, пока он находится в кулдауне. Пытается жить из батарейки. Но тут Шачло просто всем селом месит. В пятером. В пятером вега находится в своем лесу на девятой минуте. Серьезно? Вот это вот команда. Командный дух в действии. Просто все. Все пришли на сейв Алохе. Спасти рядового Алоху. И задание выполнено. В итоге 3-5. И на самом деле это смещение. То есть в пятером, да, сместились они под сейв и убийство. Но при этом не так много времени они на это потратили. И не скажешь, что там по линиям фармили коры эффектов. А сами вега там всего 2 фрага и заработали мало. Так нет. Они уже вернулись и там совсем чуть-чуть упустили. Поэтому они тут больше заработали. Есть уже ЧМЛ. И хватает на покупку Робы. У Клакверка. А там скоро и Братсфорд залетит. И будет готов. Блэйд Мэйл. Насадили на Эксмарку. Но тут он не обладает Сайлосом. Потому что придется все-таки подпрыгнуть на Торрентия. Ну вот Алоха провожает его иллюзиями. Снизу там агрессия от Афтерлайфа. В сторону Йола. Но так просто его не взять. Кстати, что по левелам? Пятый левел у нас у Суппорта эффектов. Пятый левел у Сёмы. Но он купил себе огнешку. Вот у нас такой кунка здорового человека. Не китайский кунка. Который не качает себе... Точнее даже не Макси себе таймбрингер. Был бы это от Лан Эм. Точнее Лан Эм. Я бы не удивился. Если бы прокачка иная. Он любитель выйти в керри кунку. Изучая качает себя таймбрингер. Сэмочка, Сайлант. И Йолу нужно... Нужно что-то делать. Но ничего не сделает. Ну, не успел повезти на себя Грейв. Перед дуэлью. Так что в итоге порция урона для Легионки. 3-6. Вега начинает захватывать. Привязываться на карте. Тут год. Излису пушит. Неплохо так. Ладно, тут есть вылазка. Ну, скандал плюс Роджер. Квапу поймать сложно. Сложно. Не получится его сделать. В итоге год просто облинковался. Кстати, у него еще и коста имеется. Как там дела у Алохи? Кстати, Алоха играет через Айрон Талон. Этого я и не заметил. И у него уже готова Яша. Гот на хосте нашел Роджера. Закинул ему в лицо просто скрим. И страйк. И просто блин. Роджер и не понял, что произошло. Дерзкий год. Кукшот. Ну, так вот прямиком в спину залетает по Семе. Сема корабль успел откинуть. Есть. Тут Алоха, который надо наваливать. Увести тычки по Шачло. Шачло погибает. Въехал с земелья. Магнитает Сайланс. Но лишь потому что Сайланс был откинут. Есть танчик. Но Роджер здесь никого не убьет. А сам при этом погибнет. В итоге минус 2 сделано. Воюет. В итоге Седой против Алохи. Но Алоха из Айцандр. Алоха фуловой. Возвращают Седого. Не насадили в итоге его на торрент. Так что жить будет. Очень битый Сема. Ему не стоит отходить в драку. Ну и сколько там метаморфоза осталось. Ну, на самом деле еще порядком. Можно подамажить вышку. Хотя все-таки вот этот рейс от СФ останавливает. Эту атаку. Ух, эти у нас мешки. Адмирал на борту. И музычка. Просто топчик. Эх, на топе. Тем временем Денает вышку Шачло. Ну, давайте посмотрим на графики. Графики неумолимо растут в пользу Веги. И тут они уже 6400 по голде. По экспорту идут чуть более 4000. И готов уже Вейл у Квапы. Что еще по артефакту? Давайте посмотрим. Почти готов Ладмирс у Седого. Скандал. Выходит покупку Драгон Лэнса. Земеля пока бедствует. Как и Дазл. Ну и Клакверк. Нужно еще 600 на покупку Блэйдмейла. Легионка, блинк. Когда там будет у Автерлайфа через 50 голды. Вот, смотрите, как он его и вывезет. Кунка, левел 6. Выходит себе в медальку. Квапу. Может, мечали. Алоха. Решил купить себе Драголэндс далее. Ну, а у Цемочки заготовки на барабаны. Медасов нет. В этом матче. И такое бывает в текущей мете. Бывают матчи и без медасов. Пытается выйти в спину. Эффект. Но под вышку фраться не стоит. Просто в толпу въезжает. Здесь Шачло заезжает Роджер. Но не доехал. Есть, а он спасем. И все мы пробили. Все мы в таверну. Есть, в тюрьме, этот Гота. На самом деле весьма неплохо. Врывается еще и скрин сверху. О, как же там было больно. Дуэль пошла по скандалу. Скандал поставился. Но Грейв и поражение в дуэле. Скандал. Ультимейт. Пытается разультиться. Разультился. Ну и пошли еще Рейзи на разводе. Но там есть Фрозбайп по скандалу. Скандал пытается драться. Но Гот за ним не отпускать. И да, даблки для Голда. В итоге 2 в 2. 2 в 3 размен. Но проигран дуэль СФу. Это, конечно, не самый... Не самая хорошая дуэль была. Под Дазлом в СФ. Но в любом случае, файт выигран. Вегой. Даже не смотря на то, что у СФТР халявная десятка урона. Сайлент видит Йола. Йол, Фрозбайт, Гот рядом. Ну, Йол, конечно, надо... Ну, а сбить есть чем? Да, есть. Есть дуэль. И победа в дуэли. В итоге там настадили еще и Шачло. Корабль в бухту просто в коги залетает. И он погибает. Сверепствует Гот. Хороший стрик себя уже оформил. Ну и подпушит Э2 Тауэр на верхней линии. Вега. Привычка будет уже в районе 9000. После этой вышки. И сразу заходить на АТ-3 решили Вега, по всей видимости. Да. Под металлофозой, под пресс-фатак. Алоха крошит вышку. Ну и, кстати, я решился выйти в покупку Хюркенпайка. И еще один смоук от Веги. Хотелось бы еще одну дуэль выиграть. Ну и в итоге Лега наступает в дуэль. И здесь обитают в четвером эффекты. Ракета пошла. Просветили, но там пока в смоках находятся игроки команды Вега. Ну и пытаются здесь оборонять Тауэр по центру. Ну а Готио Реймсплит пушит. Готио 7-0-3. И, кстати, почти готов Орчид. Вот Орчид здесь крайне хорош. От Квапы, в плане того, что можно будет в спину запрыгнуть и заткнуть Дазлом. Чтобы не было Грейвов. Под дуэль о легионке, так как Леге... Ну, не особо хочется дуэль своюязать именно в Дазла. Лучше шпанать Кора под Бэдмейлами, которые скоро будут. И быстренько убить. Там все нашли. Года, года. Выпустили с контроля. Год отбинковался. И его уже не догнать. Пресс. Поцелили, дабафа сняли. Ну и... Контратака будет ли? Запрыгивает Afterlife. Роджер. Нашел. Роджер пока без Ролинболтера. Уезжать некуда. Дуэль пошла, и Роджер здесь погибает. Нужно только деможек писать достаточно до дуэли. Да, красиво. Деможек хватило. Джекпот. Как-то очень долго добирает себе шачлом Бэдмейл. Еще 200 голды нужно добрать. Ладно. Не 200 уже. 50. 40 голды осталось добрать. 30 голды. Баунтируна и Бэдмейлы. Нашел. Не. Дарю. Да, пока все смотрится весьма просто для Веги. Всего один Тавр спушили эффекты за 19 минут. Маловато будет. Ну, а Даззл бедствует. Есть лишь Мэджик Вонд и Бутс. Бузы. Все, убить бы Рошана было бы неплохо. Мэджик Веги. Теперь заход на хайграунд. Блэдмейл готов у Афтерлайфа. Это выше полет. Попытка Даная не получилась. И врыва от Афтерлайфа не достал дуэлью. Ну что, все товара внешне пали уже у команды эффект. Далее лишь хайграунд. Скандал пока Райзами отпушивает линию. Ну и решили зайти по верху. Или куда? Просто мимо проходили. Ну. Это стандарт. Какая у нас руна находится около Рошана? Когда упали все внешние вышки? Конечно же Дабл Дэмэдж. Как может быть иначе? Другие кроны ведь не существуют. Около Рошпита. Ну это герруна для Афтерлайфа. Не оставил Алохи. Кстати, СФ уже себе почти дофармил ДКБшечку. Остались копейки до покупки данного артефакта. Так, а ну-ка сейчас кое-что проверю. В плане Кале. Это просто болезнь после Азии залетела. Не отпускают сервера. Азиатские доты. Ну посмотрим. Тем временем упал Рошан Агитис для Года. Преимущество 12 тысяч. 5 на 14 на 21 минуте. Байк Б готова у СФ. И вот Даззл себе. Наконец-таки накопил. На какой-то артефакт есть у него медалька. Седова. Под спиль на Х-марку. Тролян сверху. Седова очень больно. Нужно вешать Грейв. Уже сейчас не успеет этого сделать. Вот таки падает. Седовой падает. Сверху еще шашлой. байбэк имеется у тролля, но он пока его не делает, падает земелья, и пока развал, байбэк у тролля. Годы он кибит, и годы бы подхилить было бы неплохо, но он находится под кораблем, и сейчас хп все слетело, а хилить его нечем, есть лишь пресс-фатак. Маловато в плане хила. Ну и Алох просто развалит лицом всем по немножко, по чуть-чуть. Ну вот. Понимаю, что с Аегасом можно его, в принципе, конечно, затрейдить, чтобы похилиться, но он пока так вот с осторожностью играет, не собирается просто так его сливать. Подпись скандала, скандалу больно, есть Грэвна скандала, Сандер пошел, очень битый Сидой-Сидой, после байбэка теряет Аегас в итоге здесь год, но в любом случае они уже убили героя. После байбэка убивает Сайлент, Шачло получает много урона себе в Коге, падает милишный барак, и погоня за Шачло продолжается, Шачло здесь не отпускает, вверху еще и Йола, можно здесь пробить, Йол откинулся к гровому пока по Шачло, Йола пока не бьют, Шачло под даггером погибает, Годлайк готов для голда, ну и минус сторона, преимущество уже за двадцатку будет, и на самом-то деле можно писать ГГ, так как байбэки были выбиты, ничего не получилось сделать у эффект, и вторая сторона будет падать, никуда вега уходить не забираются. Да, ГГБП, победа для веги, весьма простая на первой карте, эффекты ничего не смогли противопоставить, и вот он, вот он Алоха на ТБ, не лузает, не лузает. Всего один раз смогли по итогу справиться с Алохой, и тут там было нечестно, там вдвоем нападали. Ну что, в итоге у нас игра заканчивается за счетом 6.21 за 23 минуты, год с Годлайком, год и все хорошо, отличная игра. Посмотрим, что будет на второй карте, формат матчей Best of 3, музыкальная пауза займет буквально пару минут, так что далеко не уходите. Продолжение следует...